Композитор Лора Квинт, единственная из женщин, которая рассказывает, что была в близких отношениях с Валерием Леонтьевым. По ее словам, роман длился долгих 9 лет, а потом их развели ревность и обида. Но Лора оказалась великодушной, она простила его. Знаете, раньше я носила длинные волосы, но они выпали после химиотерапии. Выросли новые и легли только так, иначе их не уложить. Хотя я всегда считала стиль Мэролин Монро несколько вульгарным. К пластике не прибегала никогда. После болезни и вовсе нельзя, вредное воздействие, мне даже запретили массаж и бассейн. Это заставило меня, человека абсолютно не спортивного, заняться бодифлексом, потрясающая дыхательная система. Вам было страшно, когда узнали о столь серьезной проблеме со здоровьем? Конечно, хуже всего то, что врачи полгода не могли поставить верный диагноз. Кто вас поддерживал? Родные, близкие, друзья. Муж, Андрей, изумительный артист и прекрасный человек. Кстати, он двукратный чемпион мира по парусному спорту. Не какой-нибудь хлюпик, как это водится среди артистов. Вы на 7 лет старше супруга. Не боялись, что однажды его любовь может угаснуть? Я никогда по этому поводу не заморачивалась. Может быть потому, что никогда не была обделена мужским вниманием. Я уверена в себе. Женская мудрость в чем состоит. Надо ценить не только мужа, но и себя. И делать все для того, чтобы самой себе нравится, чтобы нравились свои поступки. Нравилось, как разговариваешь с мужем, как готовишь ему еду. Мы просыпаемся утром и улыбаемся друг другу. 20 с лишним лет назад у вас был безумный роман с Валерием Леонтьевым. Однажды вы обронили, мол, всему самому хорошему в жизни меня научил Коля Караченцев, а худшему Валера Леонтьев. Эта фраза выдернута из контекста. Я рассказывала, как дружила с Колей Караченцевым, он мой названный брат. В свое время именно с Колей я обсуждала мои сложные, запутанные отношения с Валерой. Оба немножко ревновали меня друг к другу. И как-то был концерт, на котором присутствовали и Валера, и Коля, и каждый тянул меня в свою сторону. Тогда я и сказала эту фразу, и оба были довольны. Говорили, будто Валерий Леонтьев вас страшно ревновал, и однажды в порыве гнева даже кинул в вас пепельницей. Валера действительно безумно ревнивый. Запуская в меня пепельницей, он еще кричал некоторые слова, которые я не буду произносить, они весьма неприличные. Говорят, сейчас вы избегаете встреч с Леонтьевым. Это не так? Мы ведь ничего друг у друга не украли. Просто я не считаю нужным появляться в тех местах, где его окружают сомнительные люди. Раньше, когда мы сотрудничали в течение девяти лет, рядом с ним были потрясающие люди, артисты, художники, журналисты. И я привыкла, что есть некий веселый, дружеский интимный круг. Однако чуть больше двух лет назад произошел инцидент. Я тогда совсем недавно закончила курс лечения, ходила в парике, неважно себя чувствовала. Но пришла на программу Первого канала, посвященную Валериному юбилею, очень просил. После съемок попросил не уходить, уговорил посидеть в его гримерке, обещал, что там будут все свои. И я пошла, хотя мой муж предлагал уйти, ведь я вышла в первый раз в свет, и сразу такая большая нагрузка. На что я возразила, дескать, зачем уходить, тут так хорошо, такие приятные люди. В гримерке оказалась какая-то девушка с фотоаппаратом. Я подумала, что она тоже из своих. Она фотографировала всех, мой муж даже дал ей свой мейл, чтобы она прислала наши с ним совместные фото. А через два дня вышла статья в одной газете о том, что якобы я вешалась на Валеру и Андрей со скандалом меня из гримерки выводил. Поэтому не хочу встречаться с Валерой в компаниях, где есть какие-то неведомые мне люди. А его видеть я всегда рада, ему я сказала, мой дом, твой дом, ты всегда желанный гость. В 1987 году вы выпустили оперу Джордана, специально под Валерием. Постановка имела оглушительный успех, шла несколько лет. Но потом исполнители главных ролей Леонтьев и Долина ушли без объяснений. Я давно всех простила. Хотя было странно, когда после девяти лет отношений Валера вычеркнул мое имя и нашу постановку из всех своих интервью. Хотя действительно Джордана я придумала для него, посмотрев Юнону и Авось с Николаем Караченцевым. Я подумала, Коленька будет выходить к своей публике и в 60, и в 80 лет. Ведь никто же не думал, что такая трагедия в его жизни произойдет. Валерий Леонтьев, прекрасный трагический актер, его данные высоко оценила Ани Жерардо. Она как-то, будучи в Москве, приезжала к нам на спектакль. Валера мог бы много лет играть эту роль в театре. И даже если он перестанет скакать на сцене, у него останется своя театральная публика. Но Долина и Леонтьев, работая в опере, получали в 10-12 раз меньше, чем когда пели несколько песен на стадионе. Как вы понимаете, их директорам был выгоден стадион, они же получают проценты от выступлений артиста. И директора сделали все возможное, чтобы артисты отказались от Джордана. Я не могу достоверно знать в деталях, что там происходило. Могу только констатировать свершившийся факт, ведущие исполнители решили перейти на стадионный чоз и оперой больше не заниматься. Правда, есть одна деталь, которая оправдывает и Валеру, и Ларису. Эти два выдающихся артиста всю жизнь работали за смехотворные деньги в советское время. И вот у них появилась возможность зарабатывать. В этом, кстати, колоссальное отличие эстрадных артистов от драматических актеров. Для актеров театр – священное, неприкасаемое пространство. Да, есть съемки в сериалах, антреприза, но театр на первом месте. Самые умные понимают, сегодня ты есть в телевизоре и моден. А завтра другие кумиры, а тебя забыли. И если у тебя нет театра и своего зрителя, ты – пустое место. Попсовый мозг в этом плане для меня не очень понятен, странные приоритеты. Я не могу сказать, что они плохие, а я хорошая. Мы просто по-разному устроены. Во время работы над Эдманом Дантесом я обрела второго названного брата – Диму Певцова. У него своеобразный для артиста характер. Обычно артисты любят заигрывать с публикой, а Певцов не заигрывает. Он такой, какой есть, честный, благородный и некокетливый. Хочет принадлежать своей семье, друзьям. Когда я заболела, Дима звонил каждый день. Эта поддержка очень много значила. Когда у него случилось горе, погиб старший сын, я старалась, как могла, его поддержать.